Добрый вечер, друзья! С ночного фривея мы со Светланой передаем вам привет и зачитываем вопрос. Собственно, Светлана и зачитывает. Давай. Дайте, пожалуйста, практический совет. Как жить с родителями, которые постоянно упорно критикуют меня, кричат, убеждают, что я ни на что не способен, что я все делаю неправильно. Они оба глубоко не удовлетворены своими жизнями, и чем дольше они живут, тем сложнее им скрывать это от самих себя. От постоянного напряжения у меня уже появляются проблемы со здоровьем. Мне нет 18, и я сейчас работаю над тем, чтобы стать независимым от них как можно скорее. Ну, что сказать? У тебя есть что-то от себя? Я думаю, что ты начни, а уже дальше по ходу. Я начну. Дело в том, что иногда сказать-то просто, а вот, знаешь, совет дать просто, а применить его на практике сложно. Но в целом ситуация какая? Есть люди, которым друг с другом некомфортно. Вот ему некомфортно с родителями, которые его гномят. Родителям некомфортно с ним. Возможно, что родителям некомфортно и друг с другом тоже. И может быть еще с другими людьми и самим и собой некомфортно. Ну, то есть всяко может быть, мы не знаем. Но бывает, что люди, которые, скажем, если бы они жили через дорогу, были бы в нормальных отношениях, а вот живут в одной квартире, понимаешь, им тяжело. Но он вот им как бы диагноз такой поставил, да, значит, что вот они сами с собой там и так далее плохо живут. Я бы не стал вот этими диагнозами заниматься, поскольку, ну, какое наше дело в конце концов? Ну, вот даже его. Вот есть родители. Родители к нему в претензии. Ему это не нравится. Ну, и ради бога, у него же своя жизнь. Он не может себе позволить, чтобы какие-то другие люди определяли его жизнь. Поэтому, значит, в чем проблема с родителями? Проблема в том, что он обращает на это внимание. Вот есть люди пофигисты, понимаете? Вот вы, наверное, знаете каких-то пофигистов вокруг вас. Вот посмотрите, можно ли пофигисту проесть плеш? Нет. Ему нельзя проесть плеш, он не участвует, понимаете? Он вышел из игры. Вы можете себе плеш проесть, а ему нет. Поэтому парню не хватает пофигизма. Почему ему не хватает пофигизма? Ну, может быть, у него просто жизненного опыта еще маловато. То есть есть люди, которые с детства пофигизм, пофигисты, и их ничего не берет там вот что год, что три, что пять, что двадцать пять. Вот. Но есть люди, которые, в общем-то, как бы обращают внимание на всякий негатив, но потихонечку с возрастом они начинают меньше обращать на это внимание, потому что они как бы начинают понимать, что есть своя жизнь, и надо ей заниматься, и нельзя отвлекаться на чужую там какую-то, вот на эти чужие влияния и так далее. Поэтому если уже он понимает, что есть какие-то люди, у этих людей есть какие-то свои проблемы, их недовольство им вообще не имеет никакого отношения к нему. Вот он был рядом, вот они на него выливают, а он еще и безответные фактически, да, то есть он, что же, он у них на иждивении, вот они на него выливают. Пусть он на работе на начальника выливает, на начальника же он не может. Вот, поэтому он правильно говорит, что я хочу стать независимым. Восемнадцать лет, наверное, он школу сейчас заканчивает. Я даже не знаю, в каком возрасте сейчас школу заканчивают, они сейчас одиннадцатилетка, вот в отличие от нашей тогдашней, когда мы учились, там было десять лет. Ну, значит, надо искать возможность адекватную, да, значит, уйти от зависимости, это правильно, а другого, ну, ничего же нет, ну, съехать от них, пойти работать куда-то, или там учиться и работать. Ну, то есть он должен своей жизнью заняться, ну, при первой же возможности. А так, ну, терпеть, а что делать? Ну, терпеть, в том числе, ну, не обращать внимание. Давай, Свет. Значит, я хочу сказать одну вещь, что мы не знаем мнение другой стороны, мы не знаем, как молодой человек себя проявляет дома, но хочу сказать одну вещь, что дело в том, что пока ты живешь на иждивении родителей, то они устанавливают некоторые правила совместного проживания. Ну, нашел гнобить это правило, подожди секунду, это с его точки зрения он гнобит, а с их точки зрения он себя неправильно ведет. Это же все относительно, понимаешь? Да. Вот, поэтому вопрос такой, что, конечно, юношеский максимализм, да, ему кажется, что они не состоялись, они то, они сё, они плохие, они какие-то, но ты пока не в состоянии себя обеспечивать, да, то ты должен следовать каким-то правилам. И, конечно, если речь идет о критиканстве, и тебя гнобят, и все такое, это, конечно, нехорошо, господи, да, это, конечно, нехорошо, но нужно понимать все-таки, что правила существуют, этим правилам нужно следовать. То есть ты хочешь сказать, что, возможно, накал страстей можно снизить, например, если прислушиваться к, если выполнять некоторых правила? Да, правила совместного общежития, потому что взрослый сын, да, и родители, но все-таки он финансово не самостоятельный. Вот так когда ты самостоятельный сам по себе, да, можешь делать что хочешь. А вот сегодня ты зависим, значит, пожалуйста, будь добр, следователь, чему-то. Пытаюсь дальше. Это первый момент, да, то есть можно сесть за какой-то круглый стол в передоволе. Не-не-не, не круглый стол, но они от него хотят чего-то, не нарываться там, где можно не нарываться. Ну, в общем, как-то свое поведение скорректировать тоже, а не только кивать в сторону. Меньше повода, давай, хорошо. Не повода меньше, а вместо того, чтобы на других кивать и посмотреть, что я могу сделать, чтобы это сгладить. Это первый момент. И найти способ какой-то повлиять, да. Да, это первый момент. А второй момент состоит вот в чем, что если уже доходит дело до перепалки, да, до того, что на тебя кричат и так далее. Дело в том, что... Так у него здоровье ухудшается. Миша, ты можешь мне дать закончить фразу? Конечно, пожалуйста. Пожалуйста, почему это здоровье? Ну, если уже доходит до того, что у тебя вот конкретно, в конкретном разговоре переходит речь на крик и что-то такое происходит. Дело в том, что это все такой энергетический обмен между двумя сторонами, да, и он может существовать только в той мере, в которой обе стороны поддержат этот диалог. Да. Одни кричат и вторые кричат. Если, например, одни кричат, а вторые замолкают и ничего не говорят, то этот диалог сам собой затухает и никуда не денешься. Так жизнь устроена, да. Эта энергия не может просто идти в одну сторону, просто идти-идти-идти. Тупо кричат, весь пар идет гудок, и на это все закончится. Это, конечно, тяжело, когда на тебя кричат, а хочется же возразить, да, хочется же что-то в ответ сказать, а вот лучше промолчать. Есть такая фраза хорошая, что конфликт – это как мост, который поддерживается опорами с двух сторон. Да, конечно. То есть, если одна сторона ушла, да, то вторая сторона не может весь мост на себе держать. Естественно. Поэтому получается такая штука, вот этот практический, человек просит практических советов, ну, ну, как ли, таких советов два. Первый совет – это все-таки понятие, в чем заключается правило, чего от него родители хотят и чем они конкретно недовольны, и в меру возможности постараться, пока он от них финансово зависим, этим правилам все-таки следовать, да, потому что они понятны. То есть, то, что можно, допустим, убрать действиями с его стороны. Да, можно убрать. И второе – не поддерживать вот эти конфликтные перебранки. Может быть, они ругаются между собой, может быть, они ругаются с ним, оба там на него кричат и так далее. Но как только человек замолкает, да, вот представьте себе, что они что-то претензии передают, а он молчит. Да. Они долго, они скажут, а ты что молчишь, а что ты, а что ты, а что ты. Но если он продолжает молчать, этот разговор сам собой затихает. Светочка, я тебе могу сказать, что мне это кажется оптимистичным, потому что есть люди, которым ты молчишь, а они еще больше раззадориваются, потому что их это оскорбляет. Ну, можно уши затмыться в такой ситуации. Нет, нет, он раззадоривается тем, что ты молчишь, а он еще больше распаляется. Это не так, это не так, потому что это обмен энергиями. Человек почему это распаляется? Потому что он хочет получить свою долю, как вампир, который, он выплескивает что-то свое, но он хочет насытиться чужой энергетикой. Да, ну это так, энергетически. Да. И если ты ему не даешь, то ему перестает это быть интересно. То есть это как бы, вот. Но на самом деле, что с точки зрения его здоровья, которое он ухудшается от перебранок, вот, это уже точно позволит ему сохранить здоровье. Он, смотри, он под стрессом. Вот это создает стресс в его жизни. Да. Значит, конечно, можно было бы там минимум, свести к минимуму общения с родителями. То есть, допустим, я не знаю, если есть место, куда пойти, там, библиотеки, сидеть там до закрытия, заниматься. Ну, например. Ну, это правильно, потому что каждому человеку, вот я хочу сказать, что вот он себя чувствует неуютно, да, дома. Но и родители, с его присутствием, чувствуют себя неуютно. Это взаимообразный процесс. Взаимно, да. В каждой стороне, в свою очередь, неуютно, и в каждой стороне нужно больше прайвеси. Да. Родители, может быть, не молодые, им тоже хочется покоя, а у него там какие-то... Нет, ну, Света, они молодые, ему 18 лет, что ты говоришь? Ну, еще раз, я не знаю. Я говорю, что когда люди живут скучно, да, это дополнительный повод для конфликтов. И все конфликты как-то разрешаются... А кто же прав в такую ситуацию, кто виноват? Каждый имеет право на жизнь, да? Но все-таки правила устанавливает тот, кто платит. Это мы поняли. То есть, если есть возможность, например, меньше находиться дома и меньше, как бы, общаться с ними, это было бы неплохо, это было бы неплохо. Да, и уж для здоровья это точно полезно. И, конечно, штудировать различный парень, еще молодой, конечно, он до окончания школы родители обязаны его содержать, там до 18 лет. Что такое, что обязанное? Ну, до 18 лет, да. Нет, но в данном случае он у них на содержание, они не то, что они обязаны. Они, может быть, и в 20 бы не отказывались, но они чего-то от него хотят. Но он хочет стать самостоятельным, как можно скорее. И, конечно, 18 лет трудно стать самостоятельным, потому что у него нет образования, он не может найти хорошую работу. Это будет, скорее всего, подработка, которая не даст возможности ему снять себе отдельное жилье. Но он может снять, допустим, с кем-то там. С кем-то снять или пойти, если это ПТУ, например, или что-то в общежитие пойти или куда-то. Ну, в общем, съехать каким-то образом, да? И находить, это все нелегко. То есть, мы понимаем, что... Нет, ну, ему уже нелегко. И, да, что-то это все не так просто, потому что проблема жилья, это вот в постсоветском пространстве... Это не проблема жилья, это проблема денег. Жилья сейчас сколько хочешь. Денег, да, денег. Да, денег нет. Да, и это сложно, конечно, но это направление, куда нужно двигаться. Но я думаю, что уже эти первые два пункта, они значительно облегчат ситуацию. Я думаю, что ему, на самом деле, не столько нужен вот практический совет, потому что практически он и так все понимает. Он и так все понимает. Нет, он, конечно, не понимает. Чего не понимает? Я тебе скажу, вот дело в том, что молодые люди, он же уже взрослый, да, ему 17 лет, почти 18, он думает, что ему обязаны, понимаешь, а на самом деле он должен следовать чьим-то правилам. Я думаю, ему не столько обязаны, сколько ему деваться некуда. Ему деваться некуда, но конфликт в том состоит, что он считает, что его родители прижимают, а может оказаться, что просто он не следует каким-то очень даже простым. Светик, я понял тебя насчет не следования простым правилам. Я тебе говорю, что он этого может не понимать. Он может не понимать, но на самом деле может оказаться гораздо хуже все. То есть он может быть даже очень вполне в рамках-то этих правил, а им просто нужно на кого-то вылить, понимаешь, так тоже бывает. Ну, бывает, но крайне редко. Я думаю, что его субъективная позиция, вот то, что он понимает, она далеко не соответствует реальности. Свет, ну когда люди орут, понимаешь, и гнобят, и говорят, что ничего из себя. Я же не знаю, как он себя ведет при этом. Вот он написал тебе такое письмо, вот ты не знаешь, как он себя ведет. Это вопрос такой, понимаешь, если бы нам родители сказали с одной стороны, а он с другой. Тогда можно было бы судить. А так сложно, конечно. Дыма без огня не бывает. Трудно себе представить, что родители, да, я не знаю, за сколько лет, там, 40 лет, в районе 40, что такие уже они монстры, понимаешь. Ты сколько хочешь монстров? Сколько хочешь монстров? Не знаю. Да что там, Свет, что ты рассказываешь? Ну, послушай, на него любят, да, все-таки их ребенок меньше. Они должны были бы его любить, поскольку это их ребенок, а он должен был бы их любить, поскольку это его родитель. Но ты видишь, что этого не происходит, Света. Ну, еще раз, всякое бывает. Ну, послушай, да, это любовь может появляться в самых разных формах. Ты можешь сказать, они его гнобят, потому что они его любят, а он жить из-за этого не может и так далее. Ну, послушай, все-таки, я считаю, что он не столько нуждается в совете каком-то необычном, сколько, может быть, в какой-то моральной поддержке. Вот мы можем сказать, ты знаешь что, ты все правильно понимаешь. Да, то есть ты понимаешь, что надо становиться самостоятельным. И это единственное решение вопроса. Абсолютно, да. Твои советы, ты, конечно, посмотри на то, посмотри на это, это может смягчить конфликт. Но это не может его разрешить. По крайней мере, до окончания школы, пока он никуда не может деться, надо же как-то выживать. Но с другой стороны, я не знаю, в каком городе он не написал, где он живет. Можно поехать учиться, например, в другой город. А деньги на учебу? Ну, послушай, деньги на учебу, есть стипедия, люди подрабатывают. Светик, давай так, не будем в эту сторону. Мы там давно не живем, мы этого не знаем. И даже в советское время это было практически невозможно. И ты должна была учиться днем в институте, а вечером там мешки на вокзале искать не надо. Вот, давайте вот что. Значит, пусть у парня все хорошо получится. И на самом деле, то, что он в свои 18 лет уже думает о том, как стать самостоятельным, это намного лучше, чем если бы он думал о том, как можно бы еще дольше было просидеть там за счет родителей и не становиться самостоятельным. Вот, я считаю, что вот это самый существенный момент, который дает надежду на то, что все будет хорошо и все устаканится. И, может быть, даже там пройдет какое-то время у них с родителями отношения наладится, когда он станет самостоятельным. Конечно, когда они будут жить отдельно, будут прекрасные отношения. Да, может быть, может быть. И у родителей пройдет кризисный возраст. И квартирный вопрос ломал не одну жизнь. Да. Ладно, значит, парню привет и всем нашим зрителям тоже. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!